Проводил и вчера блиц опрос или блиц ответы на вопросы, которые задавали мне ученики. Я могу сказать, что, конечно же, сейчас в наше время одним из основных вопросов, которые есть, это, скорее всего, вопрос зарабатывания денег, выживаемости будущего и финансового кризиса, в котором сейчас все окунулись и находятся. Это связано с тем, что очень долгое время в наших странах были карантины, когда люди находились в состоянии карантина, то никто не мог заниматься бизнесом. Из-за этого начали происходить вот такие процессы падения покупательной способности, падения возможностей у людей покупать, перестали зарабатывать деньги и так далее. Ну и, конечно же, хотелось бы несколько слов сказать о том, как все-таки эзотерика может в этом помогать человеку, что такое быть эзотериком с позиции финансов, какие основные есть тенденции и так далее. Ну, давайте, наверное, попробуем с этого начать. Как живет эзотерик и как живет обычный человек, в чем их различия? Я считаю, что обычное различие этих людей, оно тотальное и глобальное. Вот смотрите, допустим, когда человек кричит, то в тот момент, когда один человек кричит, а второй его слышит, что он хочет, что этот человек видит в человеке кричащим. Итак, первое, он видит, скорее всего, человека, которого необходимо опасаться. Второе, каждому человеку этот крик не нужен. Этот человек стремится к тому, чтобы от этого крика убежать или защититься. Условно можно ли назвать, что крик является элементом нападения? Ну да, потому что, когда женщина слабая пытается воспитать мужчину сильного, она пытается кричать на него, когда происходит процесс давления одного человека другим, то происходит процесс с повышением голоса и так далее. Когда кто-то кому-то доказывает что-то, то происходит вот такое давление. Ну и к чему же это я все? Существует некий такой принцип, который я называю янским принципом выживания и инским принципом ожидания. И это два принципа, которые очень хорошо можно использовать в эзотерике материального благополучия и привлечения в жизнь денег. Это фактически является, наверное, одним из элементов ключевой философии, которые я использую в своих семинарах, которые называются семинары материального благополучия, магии, денег и так далее. Итак, принцип номер один. В какой позиции ты живешь? Как эзотерик в минусе или как обычный человек в плюсе? Что такое быть плюсом? Ну вот смотрите, плюс это значит кричать, нападать, это значит всех расталкивать локтями, это вести более агрессивный такой наступающий вид жизни на другого человека или на кого-либо. То есть человек, он пытается вести такую жизнь, в которой вот такая плюсовая энергия, энергия нападения, по его мнению, является естественной. Ну и с позиции, наверное, общего развития эволюции, это, наверное, считается, ну, грамотным и понятным, потому что более слабые они подчиняются более сильным, более агрессивные, наверное, подчиняются более мягкому человеку и так далее. То есть крику подчиняется человек молчаливый, там силе подчиняется человек более слабый и так далее. Ну и у человека очень часто формируется на этом фоне некое такое понимание, что на самом деле выживание, в которой, в жизни, в которой он живет, это выживание, оно должно быть связано с его борьбой. То есть необходимо, как сказал Фридрих Ницше, без конца бороться, что самое важное для человека – это находиться в борьбе, что борьба – единственная мотивация и стимул для дальнейших достижений человека. Конечно, не без этого, но здесь есть такое понятие, как человек, живущий через позиции мотивации, и он рано или поздно может столкнуться с проблемами. То есть ты можешь столкнуться с проблемой конкуренции, то есть ты никогда не будешь сильнее, чем много сильных людей, ты никогда не будешь умнее, чем кто-то более умный, ты никогда не сможешь быть более красивым, чем кто-то более красивый. И получается, обычному человеку невозможно находиться в процессе, наверное, в процессе выживания и в процессе вот такой конкуренции на лидирующих каких-то позициях. Можно ли сказать, что люди, которые… Ну ладно, сейчас об этом не будем. Таким образом, в случае, если обычный человек, у которого нет дохода или который не очень хорошо может зарабатывать или не очень умный, начнет думать по принципу вот такой мотивации, то есть зарабатывать больше, потому что я сильнее, зарабатывать больше, потому что я красивее, зарабатывать больше, потому что я умнее, зарабатывать больше, потому что я наглее, то рано или поздно он столкнется с проблемой, что найдется кто-то более наглый более наверно целеустремленные более наверно молодой и более наверно красивые более опытные и так далее более более таким образом будет усложнен процесс выживаемости ну и я хочу продать как бы предложить новую концепцию которой я назвал для себя концепция инская очень часто когда мы изучаем эзотерику мы сталкиваемся с некими такими понятиями как допустим изготовления талисмана привлечения денег то есть фактически такой талисман он должен притянуть деньги то есть человек не работая притягивает свою жизнь чем он притягивает кто он он наверное своего рода магнит или стремящийся человек тому чтобы создавать некую магнитическую способность к притягиванию материального благополучия ну и вот смотрите в случае если человек нападает кричит добивается стремится локтями распихивает поперед очереди становятся там в очереди и так далее то он наверное занимает позицию вот такой янской энергии то есть он всех расталкивает и живет вот по таким принципам но и такой человек магнитом денег не будет обычно такие люди делают шаг вперед и три назад потому что они агрессивные импульсивные громкие они не интеллигентные так далее а что ж такое инская энергия каким образом человек может накапливать или включать в себе вот такую инскую энергию вот такая инская энергия она включается в человеке в тот момент когда человек начинает жить с позиции позитивных намерений из позиции что обозначает вера в то что у него все равно будет получаться хорошо то есть он ищет для себя объяснения что все в жизни будет получаться как ему нужно он не ищет информацию негативную старается больше ориентироваться на оптимизм он не собирает вот так везде негативную форму ведет себя спас спокойно у него есть от качества которое не называется пессимизм называется оптимизм то есть условно можно сказать что человек который добивается это человек пессимист потому что он очень часто сталкивается с какими-то трудностями оптимист с трудностями не сталкивается смотрите жизнь эзотерика который живет по принципу добродетели который живет по принципу веры по принципу оптимизма он хочет прийти куда-то и получить документ вот как я делаю я выезжаю после этого паркуюсь и обычно места всегда свободны и после чего я иду и без всяких очередей получаю там нужные мне документы у другого человека который живет по принципу пессимизма у этого человека гораздо сложнее все у него обычно нет парковочных мест ему приходится парковаться в каком-то неудобном положении при этом у него все время пробки он старается кого-то обгонять попадает в неприятности приезжает в там в место где он должен получить документы в этих местах обычно длинная очередь он становится начинает ругаться какими-то ухищрениями старается вперед пролезть это замечаете люди кто выдают документы просят его чтобы он стал вновь в очередь самый зад этой очереди к нему плохо относится он переживает потому что сам четко понимает что он ведет себя каким-то нелепым в общем-то образом но и думает что он в общем-то борец и должен получает документы в итоге не быстро и так далее люди которые живут по принципу ну у меня все равно это получится едут и почему-то у них почему-то у них нет очередей и здесь этот процесс он исключительно связан с тем что они живут в разных полюсах человек живущий по принципу ничего скоро у меня это будет у него это получается человек живущий по принципу оптимизма вот такого он умудряется несмотря ни на что зарабатывать деньги это все как бы должно быть пронизано во всей его жизни это доброта к детям я уже сегодня рассказывал и хочу несколько слов сказать о неком таком моем понятии вот очень часто люди жалуются на то что их раздражает жизнь на то что раздражает близкие что они на что-то злятся я хочу вам сегодня подарить медаль она виртуальная она называется хороший человек или вы хороший человек каждый раз когда вы хотите поругаться с кем-то когда вы хотите жить вот в таком вот формате быть нервным создавать какую-нибудь подлость создавать какую-нибудь годливость старайтесь сказать себе я буду поступать потом я буду поступать иначе потому что я хороший человек потому что я хороший человек потому что люди тоже точно такие же хорошие как и я это все включает вот такую инскую энергию не смотрите негативную информацию верьте что в вашей жизни будет все хорошо верьте что у вас будет все получаться нормально не стремитесь к тому чтобы перепрыгивать через других людей больше в жизни получайте позитива получайте какое-то наслаждение произносите на протяжении дня часто слова мне нравится что у меня есть ноги мне нравится что у меня руки мне нравится что у меня есть еда мне нравится что у меня есть одежда мне нравится это небо мне это все и включает в вас та энергию которая притягивает вашу жизнь то что вы считаете для вас необходимым это и является одним из элементов эзотерического успеха или эзотерической успешности я очень рекомендую это делать очень часто люди мне говорят как бы вопрос или задают такой вопрос андрей андреич по вашему мнению наглость это плохое качество но я могу сказать что будучи человеком наглым я много всего преуспела а я могу сказать что будучи человеком ненаглым я тоже много чего преуспел почему ну вот давайте представим давайте представим большая очередь и кто-то раздает всем одинаковым людям еду и этот человек который раздает всем людям еду видит как один человек все время без очереди пытается подлезть вот этот человек который раздает еду он замечает это и обязательно этого человека ставит самый конец очереди почему это будет являться для него обучением возможно один раз не заметит второй раз не заметит и 3 а потом будет ставить в самый конец очереди в данном случае я говорю о неком законе таком который ну работает без бога или работает через бога или работает каким-то образом как закон на земле то есть если человек многократно использует идеи наглости то рано или поздно у него перестает получаться что-то я вам могу сказать вы нагло влезли в нагло завели в наглою там что-то сделали знайте это в дальнейшем повлияет на что-то крупное то есть вы бы могли быть в чем-то успевающими в чем-то преуспевать ваш мир мы мог бы быть другим вы бы могли быть успешными но вот такая безумная и совершенно никому не нужная наглость она приводит к невезениям и потом появляются такие люди которые говорят андрей андреевич я делаю шаг назад и после этого пять шагов вперед вернее делаю один шаг вперед и пять шагов назад я обычно говорю это все следствие наглости не нужно быть чрезвычайно и очень сильно наглым человеком не нужно человеку быть наглым я считаю вот такое везение является основным основной чертой большого количества эзотериков которые занимаются в моей школе